30-летняя Евгения теперь живёт без матери. Женщина умерла от холода. Несколько дней назад с сильным обморожением 55-летнюю Наталью Великанову отвезли в больницу. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но усилия оказались тщетными. «Основная причина было переохлаждение, что было зафиксировано дежурными врачами и лечащим врачом. Здесь можно только думать о том, что в частном секторе полностью отсутствовало или отопление, или пациентка просто находилась на полу при температуре, близкой к температуре уличной». Несколько лет назад в доме Великановых отключили газ за неуплату. Раньше хозяйка имела инвалидность, наблюдалась в психоневрологическом диспансере. Но в последний раз подтверждать нетрудоспособность почему-то не пошла. Государственные субсидии сняли, платить за отопление стало нечем. «Крепич вылетел уже, и все, он был треснутый, а тут совсем вылетел». Первое время после отключения газа пытались топить русскую печь, потом она сломалась. По словам сына, погибшей несколько раз к его маме приходил врач. Холод в квартире заметил, но госпитализировать не стал. «Ей не показалось, что критично холодно. Она спросила, что есть ли у вас к кому обратиться из родных, переехать, чтобы к ним на это время, на время морозов, или взять у них отопительные приборы. Она получила утвердительный ответ от сына». Начиная с 8 января состояние здоровья женщины начало ухудшаться. Однако ни бригада скорой медицинской помощи, ни участковый врач, который в течение двух дней пребывали по вызовам, не принимали решение о госпитализации. Незадолго до гибели Наталью Великанову увидела сестра. Несколько лет они не общались. Общая картина в доме повергла женщину в шок. «Она сидит на стол голову, окутана одеялами, таз пластмассовый и голые ноги в тазу. Все. Я ей сказала, говорю, Наташка, ноги-то отрежут тебе, что ты делаешь-то? Опять что-то промурмило? Я не поняла». До сих пор за газ не заплатили. Отопления как не было, так и нет. Сын Евгений на инвалидности нигде не работает. Как будет выживать в холода, не знает. Остается ему только надеяться на добрых людей.